И снова здравствуйте дорогие любители компьютерных игр! Теперь мы продолжаем проходить ретрунту Кастел в Ольфенштейн. Пробрались на немецкую ракетную базу, где должны уничтожить ракету В-2, которую фашисты хотят направить на Лондон. Если нам это не удастся, это будет весьма печально. И здесь, как я понимаю, можно не стесняться, то есть мочить всех направо и налево. Ох уж эти чертовы испытания, почему им просто не запустить ее? Да, у меня... Испытания нужны, испытания важны. Это вообще не вкурил, что происходит. Неоткрывабельно. А вот это я, пожалуй, возьму у вас. По суны. Так, ну это верхний уровень, на который мы попали в прошлой серии. Здесь нам, в принципе, делать нефиг. Хотя, по-моему, еще ни разу они тревогу не поднимали, поэтому я полностью не уверен, можно ли валить всех направо и налево. Блин, все закрыто. Ладно, опускаемся на нижний уровень. Ненавижу двусторонние лифты с двумя выходами. Черт знает. Откуда они попрут в следующую минуту. И у нас здесь единственный выход, который ведет у нас сюда, в шахту. Сюда опускали кислородные полоны. Здесь один. Нет. Да ты ж почему ж ты не умершь ты, а? Вдруг твоего он умер, а ты не умер. Как-то ты весьма опасно зацепился ногой. Хотя, че тебе переживать, ты же уже дохлый. Для чего нужна эта большая расщелина? Внимание. Всем операторам запуска. Доложите готовности. Внимание. Запуск ракеты через две минуты. Нужен спалит... Надеюсь, один ты здесь был. Так, за что отвечать? О! 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 Сволочь, а! Да я здесь. Странно, куда он побежал. Вроде тут тревоги не было нигде Ну чё, нажмём рычаг А, он не нажимается Запуск через полторы минуты Так, ну это, видимо, уже запуск ракеты Не учение, не испытание Надо шевелиться, полторы минуты в запасе Не знаю, это был какой-то учёный, видимо Но был и был Не ту ту сторону выбрал, парень Запуск через одну минуту Не понял, каким раком Запуск через полторы минуты Чё, хотите сказать, что я поднимался сюда полминуты, что ли, на второй этаж? Прошу, а нужно поторопиться Я не хочу привезти здесь везде Нет, пожалуйста, не стреляйте Ну ладно Но этот раз не буду Ну вот эту шнягу можно разбить Запуск через одну минуту Прости, парень Так уж получилось Мне-то что делать? Понятно Так, это учёные, видимо Эй, учёный Ни хрена себе Запуск через 30 секунд Мне кажется, или они преувеличивают со временем Это есть кнопка самоуничтожения? Запуск через 15 секунд А это есть ракета наша Хрен вам, а не запуск Запуск прерван Всем техникам на станцию Так, для всех контролёров запусковое оружие От заместителя Рейхс-министра Унгезихта Специальные защитные очки Вскоре после улучшения телеметрической консоли МК-14 На новую версии 2 сверхконтрастную электронную панель У операторов в телеметрии были обнаружены симптомы ухудшения зрения Подобные к глаукоме Несмотря на то, что наше исследование указывает на то, что эти симптомы временные И в большинстве случаев достаточно быстро проходят Мы все же советуем всем операторам телеметрии использовать специальные защитные очки Использование этих защитных очков сильно уменьшает нагрузку на зрение И поможет избежать временной его потери Вольфганд Нгезихт Заместитель Рейхс-министра Управления по промышленной безопасности Берлин Внимание, нарушитель! Внимание, нарушитель! Службе безопасности принять меры! Тахана вашей службе безопасности Надо выбираться отсюда Опа! Это достаточно А, он упал, да? Спасибочки Зато у нас здесь образовался проход После взрыва ракеты Нам, думается, не вниз Да, шахта открыта Нифига себе Вы что, дебилы, что ли? Ой, придурки Офигеть, воздуха там Целый конвейер, ё-моё Ё-моё Да чё ж ты не хочешь-то дохнуть Я ж тебя по-хорошему прошу Это солдат, солдат вон там Короче, убежал Это не солдаты Это какие-то паразиты Просто как тараканы Смотри Прут и прут Да, они к тому же ещё и косы На моё счастье Гранаты Всё, забираем Я здесь тебе же говорят Ты чё, глухой, что ли? О, стенд Ты меня когда-нибудь убьёшь Но пока ты неплохо их убиваешь Охренеть, они чё-то подорвали Они мост подорвали, сволочи Хорошо, что не до конца Успеем пробежать Крохнулся мост Вот, Вольфенштейн такая игра хитрожопая Да, за углом прячется Фрицы За каждым углом по фрицу Блин Как тебе открыть? Чё там за писюлька? Для оберфюрера СС Вильгельма Штрассе От рейсфюра СС Генриха Гиммлера От самого Генриха Гиммлера Смотри-ка Мой дорогой Вилли Примейте мои поздравления За замечательную работу Проведённую в вашей дивизии В вооружении Успех данного проекта Произошёл в любые ожидания Кроме того, я только что Ознакомился с последними докладами О реактивном самолёте Кобра Достаточно сказать, что я был более чем Обрадован результатами Но, к сожалению, я даже не близок к тому Чтобы быть обрадованным Вашими успехами в другом проекте Вы не ошиблись Операция Воскрешения Является на сегодняшний момент Самой главной задачей Рейха Это особенно точно после того Как группа экстракций Успешно извлекла Третьего Чёрного Рыцаря Я требую наибольших усилий В этом направлении Очень надеюсь, что мне не придётся Ещё раз напоминать об этом С уважением Генрих Гиммлер Так, ну секретик я вижу Но как, блин Как его открыть теперь Хрен знает Да, там металлическая пластина такая Что не больно-то её откроешь Печально, конечно Ладно, погнали Мы здесь не за этим, в принципе В принципе-то Здорово Сейчас чувствую, те прибегут ну по крайней мере кто-то тупает с сапогами так а здесь мы еще не были где-то там заныкался же тоже чё там секреты места 0 из 1 ну да я нашел но как его открыть хрен непонятно ладно уходим так то же самое задание часть 3 радарный комплекс проследуйте через внешний комплекс направляетесь к x-авиабазе где вы найдете реактивный самолет бачем 317 или бакхэм по-немецки кобра наверняка после уничтожения ракетной базы во внешнем комплексе будет объявлена боевая тревога поэтому вам в очередной раз придется использовать все средства имеющиеся в вашем распоряжении для устранения возможного сопротивления также во внешнем комплексе находится новейшая радарная установка mvx mk1 вам приказано уничтожить ее прежде чем переходить на x-авиабазу по сведениям немецкого сопротивления около базы могут располагаться отряды черных стражей гиммлера ух ты как наша задача найдите уничтожьте радар mvx mk1 найдите вход в комплекс x-самолетов погнали уже убежала засанет сидишь ждешь меня подлец здесь нам так тонко намекает что нам здесь не пройти чё там подкрепление прибыло нет я же видел шарились потому что по этому мосту очень опасно идти так элементное гнездо да пока еще никто не занял еще желающий есть бог сегодня не на твоей стороне парень но если никто не занял пулеметное гнездо то скорее всего я сейчас его займу всем будет худо так нам туда что ли а ты меня ждешь да молодец претензий не имею к тебе да давай ты спрыгни ну да обзор конечно хороший прям на углу но за неимением противника о нет как это за неимением ты смотри как вкусная какой вкусный конвейер к нам бежит собаки злые фашисты фашисты одним словом всех положим надеюсь ну и в принципе пойдем отсюда какой по лестнице носится наш блацкович ох ты сучонок а самый умный что ли снайпера а кто босс я босс не смеет садиться за пулемет не нравится мне этот свет закрыта неприятное такое местечко скажи с любой двери могут вылезти зараза надо было за пулемет садится ладно так это у нас лазарет что за картинки содержащие порнографические мотивчики мы возьмем да и вот так можно было пробраться как раз таки пулеметом покрошить всех сволочей ну ладно и так вроде неплохо справились то что у нас чуть погрызли это ничего страшного парни 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 you fucking crazy что ли так здесь какие-то склады что а здесь казармы ну и более ничего не умный ты какой-то глупый глупый а 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 это нет но так Нифига тут комплекс целый. Просто хэдшочу. По-божески. Ну это, видимо, оборонительные сооружения, которые выводят. Ох, нифига себе. Какие здесь территории, а? Видимо, нам сюда. Давайте, ладно, сходим обратно. В этот воздуховод. Мне интересно, что там. Офигеть, фалус-патроны. Отлично. Эх ты, глупый ты, фриц. А они мне пригодятся здесь? На кой мне здесь фалус-патроны? Придется встречаться с танками, что ли? Офигеть, я, конечно, нарвался на залежи. Ну да, больше ящиков, чем обмундирование. А, ну так, да, мы пришли туда. Куда же? Столовка. Да-да-да. Все правильно. Здесь уже ребята лежат. А, вот она самая радарная станция. Сейчас проверим все щелочки. Потому что эта игра богата на секретики. Ну, здесь... А, здесь надо разбивать, да? Это надо разбивать? Нет. Ебать тебя в ноздрю. Что такое? Ой, идиотизм, а? Динамиту туда закинуть. Хорошо, так рвануло. Офигеть, как хорошо рвануло. Ой, е-мое. А вы говорите, BattleFit, Revolution. Вот вам Revolution. Рвануло так, что дай боже. Так, что у нас за писюлька? Для всех командиров охраны радара. От заместителя рейс-министра Унгизихта. Тема рапорта безопасности операции с радаров. Тщательное расследование, проведенное управлением здравоохранениями. Департаментом радиологии не обнаружил никаких связей между средними дозами микроволнового облучения и участившимися случаями заболеваний кожи и крови. Кроме того, все слухи о проявлениях рвоты, диареи и облысения являются совершенно необоснованными. Министерство сохраняет мнение, что существующие процедуры для операторов радаров вполне входят в рамки установленных уровней безопасности. Вольфганд Унгизихт. Заместитель рейс-министра управления по промышленной безопасности Берлин. Да, в ряд ваш Унгизихт. Несомненно, радарные станции влияют на облучение. И люди лысеют, конечно же, кожа портится. Заболевания крови всякая. В первую очередь, конечно, облысения. Так, вот это тоже надо уничтожить? Нет. Нет. Вроде нет. А это что? Упс. Я не хотел. Что-то поломал. Так, здесь выход у нас. Хорошо. Подожди, что там? Секреты места все нашел. Ценности вообще ни одной не нашел. Прикольно. Ага, здесь аж вышли. Нет, там еще было пара мест, по-моему, в которых я не сходил. Давайте посмотрим. Интересно, да? Секрет нашел, а ценности не нашел. Вот здесь, допустим, я не был. Что сделать ни херен? Так, там радар у нас. Здесь, скажем. Вон там, по-моему, не был. Да, вот здесь как бы не был. Вот о ценности. Вот еще одна. Теперь со спокойной душой можно вдвигаться. С удара, по-моему. Так, нормут авторизейшн. Плевать на ваш авторизейшн. Просто пробегаем. Так, что теперь скажет статистика? Две ценности. Все собрали нормально. Так, задание. То же самое, оружие возмездия. Часть 4. Штурм авиабазы. Войдите в испытательный комплекс экспериментальных самолетов через ракетную базу. На этой авиабазе в ангаре с северного периметра находится новейший реактивный самолет Бахэм-317 Кобра. После того, как вы проникнете на авиабазу, ликвидируете сопротивление, направляетесь в пусковой ангар Кобры. Вам будет необходимо подготовить Кобру к запуску, поэтому найдите в этом комплексе документацию по процедуре запуска. После того, как вы запустите Кобру и будете в воздухе, направляетесь на авиабазу ОСА на Мальте. Бахэм-317, по нашим сведениям, может летать со скоростью более 500 узлов. Поэтому вражеские самолеты, вражеские системы ПВО не должны доставить неприятностей. Свяжитесь с ОСА немедленно и по приземлению на Мальте для разбора полетов и получения дальнейших указаний. Удачи! Наша задача – получить доступ к пусковой шахте, подготовить Кобру к запуску. Захватите Кобру и летите к авиабазе ОСА на Мальте. Так, ну вот мы, собственно, и проникли на авиабазу. Такой ужасный шум здесь. Я, знаете, предлагаю на этом закончить очередную серию. Дальше будет интереснее, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх. И комментируйте, если мы выходим шумято. Красиво, красиво взлетел. Не знаю, слышно ли было меня. Давайте закончим на этой серии, на этом серию. Подписывайтесь на канал обязательно, комментируйте, ставьте большой палец вверх. Увидимся в следующей. Всем желаю всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»